Плюс три. В силу вступили еще несколько поправок в закон о техосмотре и обязательном страховании. Главное изменение – это отмена ограничений по срокам. Раньше автогражданку нельзя было оформить, если до конца срока действия талона техосмотра осталось менее полугода. Некоторым автовладельцам приходилось досрочно проходить осмотр, чтобы купить страховку. Теперь же полис можно получить даже в последний день действия талона. Техосмотр. Водитель со стажем Андрей Пушкарев проходит регулярно. За новостями тоже следит. Поэтому с новыми правилами знаком. Говорит, теперь пройти осмотр намного удобнее, чем раньше. Неудобно, потому что, во-первых, и цена получилась почему-то меньше, и скорость оформления. То есть удобнее. Получил талон, сразу тут же, буквально в этом же месте можно заключить полис осады. Впрочем, привычного талона техосмотра тоже скоро не будет. Вместо него диагностическая карта в двух экземплярах – в печатном виде и в электронном формате. Именно этот документ нужно будет предъявить страховщикам, чтобы получить полис. Все характеристики на машину и все параметры – исправны, неисправны. Все проверяют. В конце делается заключение – машина технически исправна, выдан талон такой-то такой. Действовать такая карта будет до той даты, которая в ней указана, независимо от смены собственника автомобиля. При продаже машины карту можно передать покупателю, и лишние осмотры при постановке на учет ему проходить не придется. А еще по новым правилам осмотр машин могут проводить не только аккредитованные станции техобслуживания. Теперь этим смогут заниматься и дилерские центры. Контролировать их деятельность будет Российский союз страховщиков. В связи с повышением цен и приоритетом старых автомобилей, старше двух лет, у которых закончилась гарантия, переходить на гаражное обслуживание, то у нас возникает проблема. Мы теряем просто-напросто этих клиентов. А введение нового закона возвращает нам этих клиентов, чтобы поддерживать их машины в надлежащем состоянии и без проблем проходить технический осмотр. Талоны техосмотра, выданные ранее, выкидывать не стоит. Они будут действительно еще в течение трех лет, до 1 августа 2015 года. Александра Сидоровнина, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова